И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Resident Evil 1, сюжетное прохождение, всеми путями, возможными. За Криса Рептолда мы продолжаем третий вариант развития событий. Вот, пятое сохранение. Это вариант, когда я встретил Ребекку с Ричардом и принёс Ричарду сыворотку. Так, давайте уберём ленту. Пистолет-то у нас вообще имеется с собой. Надо посмотреть, патроны. Патронов мало для пистолета. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас опять, ну, будут эти собаки приставучие. Идём вставлять гребни. А, этот вариант отличается от двух предыдущих тем, что у Криса есть уже рация, аккумулятор всё ещё заряжен. Да, и скоро будет кое-что. Так, вставляем гребни. Ну как, нет. Так, вставляем. Ещё. И ещё. И ещё один. Надо не забыть про рукоятку, взять её сразу сейчас. Давайте подвинем эту штуку. Берём квадратную рукоятку и маленький ключик. Берём маленький ключик. Вооружаемся ружьём. И готовимся отстреливать собак. Ну, собаки, где вы? Подходите. Ну, получай. Отлично. Так, мы расстреляли всех собак, заочистили помещение. Так, и нас вызывают по рации. Давайте ответим. Это Крис. Да, попытались мы поговорить с Брэдом, но связь односторонняя. Мы его слышим, он нас нет. Давайте спустим воду. И перебежим на другую сторону. Сейчас будут ещё помещения с тремя собаками, а потом ещё одно помещение с тремя собаками. Быстро бежим. Достаем ружьё. Готовимся отстреливать. Ну, готовимся отстреливать. Так, одна осталась. Отлично. Бежим в следующее помещение. Тут у нас ещё три собаки. А ну, давай, давай. Так, две готовы. Две готовы. Ты где там? Ты чё, охренела, что ли? Ты чё, блин? Совсем оборзела собака. Так, избегаем в дом охраны. Фух, двигаем эту статую. Не знаю, вдруг сейчас из этой дырки полезут. Вполне возможно. На счастье, из этой дырки не полезли. Так, Крис. Тогда заткнём эту дырку. Давайте сразу тогда сбегаем за... Книгой. Изолентой. А, и здесь нам надо будет узнать, какой код. Так, давайте заткнём другую дырку. Вот так вот. Заходим в сейв-рум. Выкладываем пока ненужные предметы. Давайте рукоятку, маленький ключ выложим, ленту. Возьмём здесь магазин для пистолета и спрей. Сложим это всё. Да, я думал, пистолет пока брать не буду. Давайте зайдём сюда. Поставим хэдшоты. Так. Или... Потом я возьму это. Я кое-чё проверить хотел. Бежим отсюда. Сейчас нам надо будет взять у пчёл спереть ключ от комнаты 002. Так, берём. И идём открывать комнату 002. Выбрасываем ключ. Сразу заходим в ванную комнату. Ушатываем парочку зомби. Берём ключ от комнаты 003. Так, и пожалуй вернусь я за пистолетом. Ну и сохраню их заодно. Так. Берём пистолет. Ну что ж, пойдёмте к 42-му растению. Комнату 003. Через комнату 003. Скоро будет... Отличие. Иная кат-сценка. Так. Открываем комнату 003. Заходим. Так. Ну здесь я бы... Сразу бы зашёл вот сюда. Так. Берём магазин. И выходим отсюда. Так. Так. Тут у нас ещё один зомбак. Слышь, ты иди сюда. Расстреливаем его. Так. Расстреливаем его. Берём... Белую книгу. Доклад ПВ Джолкс. Так. И заходим к растению. Расстреливаем его. Расстреливаем его. Расстреливаем его. Прямо подробно. Расстреливаем его. Расстреливаем его. Вы можете... Уоу... Крис. Без кейли и возьми. Легите информацию в нём. Успешите пощадку, чтобы сделать паузу. И убили её. Вспешите! Упешите. Расстреливаем его. Расстреливаем его. Крис. Не умини IX. Так, и да, мы сейчас будем играть за Ребекку. Этот вариант пока что все идентично первому варианту развития событий. Так, кстати, какой код? Он не изменился? 2.1.5 вроде было, да? Да, он не изменился. Сейчас будем опять вэджолт изготавливать. Отличия будут чуть позже. И если вы помните, в первом варианте, ну, у Криса еще не было рации, и Ребекка ему передавала рацию. Но тут-то у Криса уже есть рация, и значит будет что-то иное. Так, набираем. Амб номер 2. Смешиваем его с водой. Так, 2 плюс 1 равно 3. Так, теперь берем 4. 3 плюс 4 равно 7. Теперь надо взять еще одну баночку и смешать 2. Амб 2 и амб 4. Чтобы получить 6. Так. Амб номер 4. Наполняем теперь амб номер 2. 2 плюс 4 у нас будет 6. 6 плюс 7 будет 13. И теперь надо еще троечку. Берем амб номер 2. И воду наливаем. Так, все. 2 плюс 1 равно 3. 13 плюс 3 равно 16. Все, воджолд готов. Выходим отсюда. Я еще кое-чего хотел проверить. Я специально не открывал закрыть те ящики стола, чтобы проверить надписи за Ребекку. Давайте быстренько сбегаем. Какая у нее будет реакция. Просто я помню, что один раз, ну, такой бред был. Может, конечно, он и сейчас будет. Я не удивлюсь. Так, вот мы подбегаем. Вот ящик стола у нас. Тут у нас даже ключ еще лежит. В кружке лежит ключ. Мы даже его можем спереть. Тогда Крису ничего не достанется и все пропадет. А, вот. Исправили то недоразумение. Теперь нормальная здесь надпись. Нет времени осматривать это. Ну да. Ладно, потом надо будет за Крису взять здесь все. Сейчас мы бежим в подвал. Бежим в подвал, чтобы отравить корень. У нас будет битва гораздо легче, чем во втором варианте моего прохождения. Будет идентична битва первому варианту. Одна фаза с 42-м. Так что, может, даже пистолета мне хватит. Спускаемся вниз. Ну да, опять эти ящики сейчас будем толкать. Толкаем ящики. Так, толкаем, толкаем. Этот ящик в воду. Затем следующий. И третий. Пододвинем. Так. сейчас бежим к корню растения 42 у нас вот в этом помещении мы даже вроде можем взять а нет времени нет времени окей так уничтожаем корень и выходим ну что ж давайте одолеем одну фазу берем пистолет так отбегаем бегаем а козел да ё-моё ну что ж такое то так что там у нас еще есть патроны даже расстреливаем это растение блин несмотря на то что у него одна фаза казалось бы слабая должна быть но наконец то все кончилось так берем в камине тут ключ от насосный и выходим вот сейчас будет катценка который отличается от катсцены в первом варианте так смотрим так Почти, я вернусь в фармацевтическую комнату, которую я нашла несколько лет назад. В любом случае, Крис, я рада, что ты в порядке. Ну, это всё идентично вот сейчас вот в этой комнате. Да, пусть она меня подлечит. Всё-таки растение нас зацепило. Ну, не само растение, а потолок на нас. Так, и бежим. Теперь мы куда бежим? В насосную? Да, всё то же самое, как и в других вариантах было. Фух, фух, фух. Только, пожалуй... Сбегаю я за маленькими ключиками. Возьму патроны. И останется ещё четвёртый вариант рассмотреть в следующей серии. А потом уже будет... Продвижение дальше. Так, берём... Семь штук патронов. Кажется, в ящике у меня ключ ещё лежит. Мелкий-то. Давайте заберём его. Нехрена ему там лежать. Мелкий ключ, ты где? А, вот ты где. Ну, что ж... Нам... Нужен другой ключ. Нам нужен ключ шлема. Так, заходим в 002-ю комнату. Берём патроны. Так, и бежим, 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 бежим. Открываем насосную, сбрасываем ключ, и надо спустить воду. Откроем соседнюю дверь. Так, теперь вот сюда зайдем. Во-первых, вооружимся, тут два магазина для пистолета, и две пачки патронов для дробовика. Так, забираем это все. Но самое главное вот, ключ-шлем мы берем. Так, теперь все. Возвращаемся. Сейчас будет скоро опять катсцена с Вескером, которая ни в каких вариантах не отличается. За Криса, за Джилл катсцена с Вескером имеет отличие. Но за Джилл это позже. Сейчас мы играем за Криса. Крис, ты живешь? Мои слова, именно. Где Джилл? Возвращаемся. Мы ударили по-другому монстр. Мы потеряли его, пока мы скутнем. Я надеюсь, она все в порядке. Я понимаю. Ну, это не твоя власть. Это место в ужасе. Если мы остаемся здесь, мы все остаемся мертвыми. Что мы должны сделать, Вескер? Мы должны выполнить эту миссию. Если мы эскапим или ждем и ждем за Джилл, мы не имеем много билетов, и мы не можем даже защитить себя. Мы все еще в проблеме. Крис, есть много закрытых комнат в этой комнате. Посмотрите их еще раз. Есть место, чтобы защитить безопасно. Я посмотрю вокруг этой комнаты немного больше. Хорошо. Пойдемте. Давайте перезарядим пистолет. Так, достаем нашу ленту и бежим к машинке. Используем пятную ленту. Сохраняемся, в общем. Вот сюда вот. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каисов. Всем удачи и увидимся в рассмотрении четвертого варианта развития событий. За Криса Редфилда. Пока-пока.